так друзья всем привет вот мои цыплятки спят покушали и спят здесь адлерская серебристые мировуканы вчера я половину продала но не половину чуть поменьше 10 адлерских и 10 мировулканчиков сейчас с утра их накормила они дрыхнут наелись один главный здесь такой под лампочкой разлегся плохо видно но будут отодвигать не проснуться вот мои малыши таким уже неделя растут кушают все хорошо пойдем дальше сейчас покажу какие у меня изменения свет у них выключают им уже жарко так инкубатор помыла вчера сейчас его обработала молочной кислотой кто не знает очень хорошо обеззараживает она вот все чистенько включила на прогрев на прогрев потому что сегодня к нам едет инкубационное яйцо приедут бролики бролики и будут заказывала под 500 но вышла накладка и будут бролики роз 308 еще будет у меня барковская себе взяла на пробу и билифельдеры так что хочу обновить породы кроссы никакие не беру только породных куриц вот наши хрюшки растут привет они уже покушали позавтракали да вкусно покушали да да говорю не ты моя да 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 пальчики свать опасно не кусаются больно уже ну а она поговори поговори вот кушают еще зерно они тазик упихали далеко зерно им на пол даю пускай едят с пола в принципе им очень нравится это рыться копаться вот они как чавкают хорошо ой-ка вкусно да вкусно вкусно да вкусно да это уже наелась играет да 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 покатай меня большая черепаха мы сейчас не об этом об изменениях в хозяйстве какие у нас новости новости но погоде погода хорошая снега намело дофига очень много снега очень ну думаю не у нас одних у детей карантин пока были морозы дети учились стало тепло сделали карантин здравствуйте мои хорошие сухарики то забыла вот цыплятки растут нишата 2 дни сонка у хилю три вот они один и мировуканчик еще 2 мировуканчик инвалидик который не растет Ну живет Ну пускай сколько проживет Столько проживет Что теперь с ним делать Жалко Итак вернемся к нашим козам Донечка Девочка моя хорошая Они уже позавтракали Ну и хорошие Коза живет вторую неделю Мы с ней уже подружились Она уже за мной как хвостик ходит Ходим гулять Она со мной Я чищу не убираю Она со мной ходит Да девочка Да моя хорошая Вот как любит ласку Так это вообще Такая ласковая девочка Такая малышечка Вот хорошая моя Вот как нравится Подчасушки Подчасушки так нравятся Вот так нравится Подчасулечки Ой ты девочка хорошая Заметьте Здесь раньше стоял козел А кто у нас здесь А кто у нас здесь Кто это у нас Масечка Познакомьтесь Это наша Мася Масечка Вот такая козочка Ко мне приехала История Ну в общем Скажу прямо Поменяла козла Надойную козочку Вот такую малышечку Решила заработать на козле Думаю Че он стыд просто так Выставила объявление О покрытии Но начали все звонить Мужчины Нерусской национальности Продаете козла Продаете козла Я говорю Так я ж не продаю Там же ясно указано Под покрытие козел А ну ладно И один мужчина позвонил Говорит Мне нужно сменить Производителя У меня Стадо целое Народилось много девочек Козочек Надо поменять козла В принципе Мне изначально Козел был не нужен Я его взяла Только ради компании Вот с козочкой С Доней Так как она беременная Да Так как Чтоб она легче Перенесла стресс Чтобы В общем И он там у них один Тоже остался Ни то ни сё Не переезжают Бывшие хозяева В общем я говорю Я поменяю козла Ну дойную козочку Дойную козу у тебя есть А мужчина живет Очень далеко от нас Сколько километров Двести наверное Ну по крайней мере Как он сказал Вот Я говорю Дойную козу есть У меня же молока нет Мне же молока хочется Козы есть вроде как бы Молока нет Он такой есть Я говорю Альпийская есть Он есть Я говорю Ну Я посмотрела фотографии У него В Вита Есть фотографии Где он выставил Козлят И коз Да Продает Посмотрела Говорю Вот такая Такая окраса Давай Говорю Вези Она Он Так Спрашиваю Ну спросила про неё Как бы всё Не то что всё Ну сколько могла Да Она недавно Окатилась Два козлёнка У неё Он говорит Ну козлят я не отдам Я говорю Мне козлята не нужны Сколько даёт молока Он Я врать не буду Летом давала Два с половиной Сейчас у неё козлята Сосут её день и ночь Как бы сказать Не могу Сколько даёт молока Обманывать нехорошо Врать не буду Я говорю Ну В принципе Я подумала Что мне даже Как начинающему козоводу Даже литр молока Устроит Если учитывать Что я эту козу Что я Козла Меняю на козу Вот Я говорю Вези Вы не поверите Прошло буквально Два-три часа И он стоял У моей калитки Я в шоке была Выставил эту бедную масечку Она вся трясётся Вы не поверите Он приехал на Волге Козу привёз в багажнике Я была в шоке Коза стоит Она вся трясётся Её всё Мне так её жалко Думаю бедная Я даже её толком не посмотрела Вывела ему козла Он его загрузил А там такой дядечка В два раза выше меня ростом По два метра И в три раза меня шире Он козла только На раз-два раз Только в багажник его уложил И в общем и вёз Коза вообще шуганая Она живёт Вот она у меня переночевала Две ночи Очень шуганая Очень Её прямо Вот открываешь К ней заходишь Она начинает метаться Ну сейчас конечно уже не так Сейчас мы с ней более-менее Уже даёт погладить себя Масечка Масечка хорошая Я тебе сухарик забыла принести Да Я к ней прихожу с сухариком Чтоб как-то задобрить её Но очень шуганая коза Конечно она стресс такой перенесла Вот Я её стараюсь лишний раз не кантовать Первый день вечером её подоила Она мне дала 200 грамм Молока Но хочу сказать что Молоко вкусное Никакого запаха Никакой вони Никакого послевкусия Учитывая то что я молоко не пью В принципе ни коровье Не Ну вообще никакое молоко не пью Я только добавляю Бывает Ну если допустим сливок нет Добавляю молоко в кофе А обычно я кофе пью со сливками Вот И Молоко у неё наивкуснейшее Молоко жирное Оно ночь постояло Вот до утра я сдаила эти 200 грамм Да Утром я их в кофе стала Взбивать пенку в своей машинке Они Оно взбивается как сливки Вот магазинские берём вот эти Ну мы берём такие натуральные как бы Кунгур у нас очень хороший Сливки делает Молоко взбилось точно так же Пенка ароматная Вкуснейший кофе с молоком получился Обалденский Вот Вчера второй день Она мне дала уже 700 грамм Ну Будем посмотреть Как бы мне сейчас даже наверное не столько важен объём Сколько То что Ну Хотя бы Молоко то у меня есть Да Какая то отдача от коз Вот Будем приручать девочку Девочка Худющая Скелет Ходячий Я не знаю Это так и должно быть Я считаю что нет Вот Прямо вот она Ходячий скелетик Будем её откармливать Будем её ласкать Да Вот она боится так Прямо Бедненькая Хорошая девочка Вот Вот она Смотрите вот Прямо вот Я конечно понимаю Что козы должны быть худые Но у неё вот такая большая шерсть Наверное Всё таки в роду Какие то пуховые козы присутствуют Может быть присутствуют Я подумала что эти Мелкие то господи Мелкие эти козы Ну альпийцы Может где то рядом пробегали В принципе мне это не важно Будем откармливать Вот у нас скелетик Вот у неё кости прямо Вот Прямо кости Бедненькая Хорошая девочка Такая хорошая Масечка 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 Девочка хорошая Но доится Она даёт Я её привязываю на поводочек Всё Не буду больше тебя беспокоить Не буду Кушай Привязываю её на поводочек Сейчас покажу Опа Вот Один поводок у нас уже порвался Но он был уже немножко надорванный Надгрызанный собаками И надо его убрать отсюда Вообще Вот принесла второй поводочек Просто её голову сюда засовываю Ну она в принципе сама сюда встаёт Я ей сдаю зерна немножко И она вот сюда встаёт Прицепляю на поводок Просто чтоб она не дрыгалась Не бодалась Но она вроде как бы адекватно всё понимает Что её сдаивают Стоит ест Так что вот такие у нас новости Ладно девочки я к вам приду ещё Да Принесу сухарики И гулять пойдём А сейчас я поскочу 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 Потому что должны привезти Уже Написала Поставщик Который везёт яйцо Что они уже На подъезде Поэтому побегу сейчас собираться Поеду встречать Инкубационное яйцо Ну вот На этом всем спасибо За просмотр Подписывайтесь Пишите свои комментарии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok